В эфире Бук ТВ, итоги недели и я Виталий Матюшин. Здравствуйте! Мы расскажем вам о главных событиях прошедшей недели. Будем вместе разбираться в этих событиях, чтобы понять, что они значат для нас с вами. Смотрите в сегодняшней программе. Трагические страницы истории не могут оставить равнодушными. Это боль всего народа, чьи сыновья, мужья и отцы были вынуждены взять в руки оружие. День памяти воинных интернационалистов сегодня отметил Брест. Настоящий женский подвиг длиною в целую жизнь. Железный стержень хрупкой Марии Бабичевой, жены воинных интернационалистов, не вернувшегося с войны. Кто хочет, находит возможность, кто не хочет, причину. Управление по труду, занятости и социальной защите госполкома предлагает трудоустройство, имея в базе более 2400 свободных вакансий. В Бресте прошла межотраслевая ярмарка вакансий. 31-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана отмечает сегодня белорусская общественность. Афганская война уже история, но по сей день причины и итоги ее продолжают волновать и тревожить людей. 15 февраля этот день отмечен как день памяти воинов-интернационалистов и как день скорби для тех, кто продолжает любить тех, кто погиб. Святая обязанность каждого из нас хранить память о них, как о верных сынах отчизны. 31 год сухая историческая формулировка констатирует факт, но ничего не может рассказать о той войне. О ней помнят ветераны-афганцы, которые каждый год 15 февраля собираются вместе в областном центре возле памятника воинам-интернационалистам. Город Татбуком хранит память об афганской войне, более отозвавшейся в сердцах его жителей. И вот уже 31 год к памятнику воинам-интернационалистам 15 февраля приходят ветераны, семьи погибших, представители общественных объединений, областной и городской администрации. Органы власти всегда принимают и организовывают такие мероприятия. Это наш нравственный долг, это долг памяти, это наше ответное спасибо той активной работе, которую проводит сейчас городская общественная организация воинов-интернационалистов. Мы дальше будем развивать и этот парк воинов-афганцев. Мы и дальше будем делать все усилия по увековечению памяти ребят, которые погибли, те далекие уже теперь годы 20-го столетия. Вспоминать больно, но эта память и есть тот самород, который одно поколение передает другому. Память, рожденная из реальных событий своего времени и одной из таковых – война в Афганистане. Ворвавшаяся в мирную жизнь советских людей внезапно и стремительно, она стала испытанием стойкости и моральной выдержки для сотен тысяч солдат. Если для них каждая боевая награда – это кусочек жизни, зачастую прожитой с риском, то такие дни памяти и скорби – это знак признания людьми заслуг военнослужащих, с честью выполнивших свой долг на чужой земле. Эта дата значима еще и тем, что она, как никакая другая, лицетворяет ту мирную политику, которую сегодня проводит Республика Беларусь. Я думаю, что уже более 30 лет наши белорусские семьи не ждут похоронки, наши белорусские парни не принимают участие в войнах. Это последняя война. И очень хотелось бы, чтобы ветераны-афганцы навсегда были последними ветеранами боевых действий в суверенной истории Республики Беларусь. День памяти воинов-интернационалистов, который отмечается уже многие годы. Первые годы, когда был учрежден этот день, мы давали объявление в газету, чтобы люди пришли сюда организованно. Сейчас никто никаких объявлений не дает, народ, вы сами посмотрите, сколько будет у нас людей, много идут. Почтить память, в первую очередь, погибших воинов наших, ну и живым отдать дань уважения. Сегодня многие говорят о ненужности той афганской войны. Но это ошибки не военных, а политиков. А солдаты и офицеры выполняли свой долг, защищая интересы своей страны. Историю не нужно перекраивать, из неё нужно извлекать уроки. К сожалению, сегодня всё чаще появляются люди, если их можно так назвать, которые пытаются переписать историю, которые пытаются очернить и подвергнуть сомнению те решения, которые принимались в те далёкие годы. Но сегодня, видя, как международный терроризм проникает во все страны, как наркотрафик, как спрут проникает во все государства, мы понимаем, что всё было не зря. Мы жили в такое время, когда не выбирали, куда нам идти. Просто время выбрало нас. Так вот есть об этом и стихи. И поэтому 15 февраля каждый год у памятника воинов афганцев мы собираемся и вспоминаем, кто со слезами, кто с радостью, что жив остался. Всё дальше удаляется по времени. Война в Афганистане предстаёт в новом свете и открывает неизвестные страницы. Неизменным остаётся одно – воинский долг, честь и верность присяге. Поколение 70-х – это они и стали солдатами афганской войны. Это они и слова командующего войсками Бориса Громова. Этим солдатам нужно ставить памятники. Об их подвигах нужно сочинять стихи, писать книги и помнить. Афганистан за нашими плечами, но груз его остался на плечах. Душа и тело тронуты ветрами. Имена погибших на устах. Герат, Шиндант, Фарах, Лошкарёвка, Кундуз, Кабул, Баграм, Газни. Мы помним всё, скажи, Серёжка, нам не забыть афгана. Дни. Ирина Кузьмич, Туард Бакунович, Александр Макаревич. Специально для итоговой программы БУК-ТВ. Есть такие раны, которые не заживают. Остаются на всю жизнь. 15 февраля – это всегда боль, слёзы, искалеченные души и судьбы. Для тех, кто вернулся, и родных воевавших, которые так и не дождались любимых мужей, братьев, сыновей. Даже под безмятежным мирным белорусским небом женское сердце сегодня по-прежнему пронзает вся жестокость и несправедливость той войны. События, которые происходили под небом Афганистана. Но пока мы будем помнить о тех, кто не вернулся, они всегда будут с нами. Они будут живы. Каждый год, 15 февраля, наши корреспонденты делают серию материалов о войнах-интернационалистах, их судьбах, подвигах. На этот раз мы решили рассказать вам тоже о подвиге, но женском. Смотрите материал Виктории Нечаевой. Ее голос практически не дрожит. Выдают глаза. Мария Бабичева, хоть и не была на той войне, говорит, не знает, как пережила. Смерть мужа ее Игорю было 23. Тот день, когда пришло страшное известие, похоронка, безжалостно разделившая жизнь на до и после, помнит в деталях. Время не лечит, а лишь учит жить с болью. Супруг Марии Петровны был бортовым авиационным техником вертолета. Погиб за три недели до замены. В бою прикрывая десантников. Это было в 83-м. Пятого июня пришло страшное извещение, что мой муж погиб. Ну, с этого момента, конечно, жизнь как бы вся перевернулась. Похоронить привезли сюда в Брест. И он похоронен на гарнизонном кладбище в Бресте. В ее руках черно-белые снимки погибшего мужа. Бережно перебирая фотографии, Мария Бабичева вспоминает. Они с Игорем совсем недавно поженились. Едва сделал первые шаги сын. Да и в письмах любимого не строчки о войне. Словом, беды ничего не предвещало. Очень аккуратно Мария Петровна относится не только к фотографиям. Этот засохший цветок она называет семейной реликвией. Был в конверте с письмом. Конечно, очень тревожное время началось. Очень переживали мы все. Ребенок малый. Но он, когда там служил, он, конечно, ничего не писал. Не писал, что идут интенсивные боевые действия. Ну, как бы успокаивал, чтобы мы там спокойно жили. У внешне хрупкой вдовы и внутри оказался стальной стержень. Она посвятила жизнь сыну. Говорит, что так и не смогла встретить мужчину достойнее мужа. И это настоящий женский подвиг длиною в целую жизнь. Время очень было нехорошее. Развал Союза, перестройка. Было очень тяжело. Но поскольку я была молодая, энергичная, боролась с трудностями. Ну, и здоровье было как бы не очень у меня. Потому что, ну, стресс большой был. Но я совсем справлялась. Пока жены справлялись за речкой, так в те годы называли Афганистан, солдаты и офицеры продолжали выполнять свой воинский долг. Сегодня же перед нами, людьми, которые живут в мирное время, долг. Долг памяти и чести. Это долг перед семьями погибших, перед теми, кто не вернулся из Афганистана. Ведь пока мы будем помнить о тех, кто не вернулся, они всегда будут с нами. Они будут живы. Виктория Нечаева, Эдор Букунович, Александр Макаревич. Итоги недели. Более 2400 свободных вакансий сегодня насчитывает профильная база управления по труду занятости и социальной защите Брестского горесполкома. Уровень предполагаемого дохода разный. По отдельным профессиям он доходит до 1000 рублей, в зависимости от формы оказания услуг. Эта информация была озвучена в рамках межотраслевой ярмарки вакансий, которая проходила на текущей неделе в областном центре. В одном зале собрались представители различных предприятий, нуждающиеся в специалистах. Для тех, кто сейчас находится в поиске, это хороший шанс на месте пообщаться с будущим нанимателем и получить актуальную информацию из первых уст, а не просто отправить резюме. Насколько эффективны ярмарки вакансий и что готовы предложить неработающим людям в качестве альтернативы, мониторила ситуацию Анастасия Ноздрин-Плотницкая. В аудитории тишина. Итоговую контрольную работу пишут будущие водители городских троллейбусов. Это теоретическое занятие у них последнее. Среди слушателей курса Оксана Новопашина. В Беларусь девушка с семьей переехала из России. Нужно было все начинать сначала. Обратилась за помощью в поиске работы в Управлении по труду, занятости и социальной защите. Оксане предложили стать водителем троллейбуса. Имея на руках право с 10-летним стажем, девушка согласилась. Знаете, вот садишься за руль, вот это мощь машины большой, очень мне нравится, по-моему, нет, мне не страшно. Мне скорее хочется уже пройти к практике, у нас сейчас заканчивается теоретический курс, и вот скоро приступим к практике. Ситуация Оксаны не единична. Если человек действительно хочет получить рабочее место в Управлении, всегда готова не только подсказать работодателей, но и помочь с переквалификацией на безвозмездной основе. А это шанс начать все с чистого листа. Кстати, совсем скоро будущие водители будут курсировать по маршрутам города. Тягу к вождению у меня довольно-таки давно развита. И появилась вакансия. И мне стало это любопытно, как бы прийти на троллейбус, попробовать себя в новом виде водителя. Сам процесс обучения проходит довольно-таки ответственно со стороны преподавателей и подготовки нас, кандидатов. Вот. Ну, в дальнейшем очень, как бы, надеюсь на то, что я пойду. Как правило, такие желающие либо обращаются непосредственно в Управление по труду, занятости и социальной защите, либо приходят на ярмарки вакансий. Очередная, межотраслевая, состояла стена городского исполнительного комитета. Более 50 предприятий стали участниками мероприятия, которое свою эффективность уже доказало. Выбор профессии здесь существенно шире. Это та площадка, на которой, в принципе, возможно и наниматель, и будущий работник могут задавать друг другу вопросы. Прежде всего, это такие вопросы, как условия труда и, конечно, сумма заработной платы. Поэтому сегодня проводим мы межотраслевую ярмарку вакансий. Представлены 50 субъектов хозяйств, которые предлагают ту или иную работу. Сделана очень широкая реклама и предоставлена возможность всем нашим, не только горожанам, но и приезжим, показать, посмотреть и позадавать вопросы и найти, конечно же, свое новое рабочее место. На сегодняшний день у нас представлены разные отрасли. Это и торговые предприятия, здравоохранение, промышленность, обрабатывающая промышленность, строители, транспортные предприятия. Но больше всего у нас сегодня присутствуют, наверное, предприятия торговли и промышленности. Очень востребованные работники торговли, это и продавцы, контролеры-кассиры, кухонные рабочие, повара, кондитеры. Если у кого-то нет такой профессии, мы готовы предложить профобучение здесь же под гарантию трудоустройства на эти предприятия. Завод железобетонных конструкций готов принять к себе на работу сотрудников разного профиля. Социальный пакет, возможность получения новой категории и регулярная зарплата гарантируются. Рассматриваются в том числе и кандидаты без опыта, что важно для выпускников профильных колледжей и лицеев. Если он обучился в колледже на слесаре-ремонтнике, он должен знать кое-что. У нас, в принципе, механический цех хорошо работает, есть обученные люди, подскажут. Поэтому от 500 до 900 предлагаем разную. Потому что есть такие специальности, когда просто сдельные, там в зависимости от объемов работ очень хорошо получают, даже тысячу с лишним получают люди. Ну а вот первоначально без опыта работаем от 500. Те, кто не смог найти оптимальный для себя вариант на ярмарке, ждут в Управлении по труду, занятости и социальной защите Брестского горосполкома. Кроме того, на 2020 запланированы порядка 8 отраслевых ярмарок-вакансий, на которых будут искать для себя кадры представители строительной, промышленной, торговой отрасли, сферы услуг. В областном центре состоялась встреча заместителя председателя горосполкома Николая Якубовского с жителями центральной части Бреста. Поводом стало обсуждение застройки квартала на улице Мицкевича-Кирова. Напомним, ранее жильцы были недовольны уплотнением городской застройки. На месте подлежащего сносу дома первоначально планировалось возвести 11-этажный многоквартирный жилой комплекс. Цель открытого диалога – познакомить людей с ситуацией, которая сложилась с учетом всех требований и пожеланий по проекту застройки. Что предложили проектировщики и застройщики жилья и удалось ли прийти к компромиссу, расскажем прямо сейчас. Брест, он преображается с каждым годом. Возводятся новые объекты, реанимируются старые. Зачастую, чтобы создать что-то красивое и современное, приходится идти на жертвы, сносить ветхие строения, чтобы на месте построить новые. Вот так выглядит подлежащий сносу дом, что на пересечении улиц Мицкевича-Кирова. Согласитесь, такие постройки портят внешний вид Бреста. Дом будут сносить. Первоначально планировалось возвести 11-этажный многоквартирный жилой комплекс с объектами общественного назначения на первом уровне и встроенным подземным паркингом. Но во время общественного обсуждения жильцы соседнего дома внесли свои идеи и пожелания. Мы не против того, что должна застраиваться городская земля. Никто не против, но не ухудшая наши условия жизни. Вы понимаете, дому 50 лет. Выросли дети, растут внуки. Все привыкли, приезжают. Пожалуйста, стройте. Но парковки, уважаемые господа, это не так все просто. А требования жильцов такие. Уменьшение высоты проектируемого дома, решение проблемы нехватки парковочных мест и вопроса параметров инсоляции. Люди жаловались на низкое количество солнечных лучей, которым будет подвергаться пространство. С учетом пожеланий в проекте появились изменения. Высоту дома уменьшили. С учетом требований инсоляции здание сместили. Парковки решено сделать подземными. Мы людям пошли, я считаю, на очень хорошие уступки. Мы приняли и их сторону, но и сторону и застройщиков тоже. Чтобы не отпугнуть того инвестора, который когда-то что-то будет в городе Бресте покупать, с учетом того, что город Брест остается в своих границах и не расширяется никуда по генплану. Посыл прост и понятен. Границы города сегодня расширяться не будут. Согласно генплану, в ближайшие 10 лет городская застройка будет уплотняться. Точечно. Из архитектурного ансамбля центральных городских улиц ветхие частные дома выбиваются. На смену серым старым постройкам с обваливающейся штуркатуркой и заколоченными досками окнами придет новое современное и комфортное жилье. Самые такие страшные участки, такие заброшенные с сараями, с отселенными домами, они будут реализовываться и на месте их уже будет что-то такое красивое. Я думаю, что уже в этом году у нас будет, вот, начнет Демар строить, продом начнет на Карла Маркса свой проект реализовывать. Это наши первые линии, вот, от паруса по лесу Жилстрой, Интендантский 3, как я его называю, 1-2 уже построили. ГОБК, это возле западного обхода база СУ-158, бывшая 8-го треста, там Брежилстрой строит дома. Ну и уже в этом году мы войдем на лейтенанта Рябцева. Виктория Нечаева, Дорт Букнович, Александр Макаревич, телекомпания «Буктовая». В этом году погода заставляет удивляться, причем жителей разных континентов. Из-за невыносимой жары лесные пожары разбушевались в Австралии, на Америку обрушились мощные снегопады и сильные морозы. А вот белорусы, наоборот, сугробов нынешней зимой не увидели. В Бресте самом теплом регионе республики вместо мороза и снега туманы и дожди, как осенью. А еще у нас растут грибы и цветут цветы. Новостные ленты в соцсетях и средствах массовой информации полны снимков о реакции природы на аномально теплую зимнюю погоду. Мы решили разобраться, как влияет зима без снега на деревья и растения, чем удивит компания по озеленению города в 2020 году и на какие локации особый акцент. Продолжит Виктория Нечаева. Зеленые насаждения пока находятся в состоянии покоя. Чтобы они начали просыпаться, температура воздуха должна быть более высокой. Но вот специалистам коммунальных служб точно не до сна. Работа кипит, да и погода на руку. Из-за аномально теплой зимы сажать деревья начали задолго до наступления весны. Сегодня, например, ведется активная посадка на Махновича, Мытной и Поплавского, Солнечной. В день работники коммунальника высаживают 300-350 новых деревьев. Выполняем указы президента по нормам озелененности населенных пунктов. То есть и микрорайоны, и улицы, и скверы. Все уплотняем, скажем так, посадку. В этом направлении работаем. Что касается видового породного состава, в основном это лиственные деревья, лиственные быстро растущие, лиственные медленно растущие. Ну, если так, для примера, это клен, береза, липа, ясень. Большая работа в части озеленения была проведена в прошлом году. Всего было высажено свыше 6 тысяч деревьев, порядка 31 тысячи кустарников и около 17 тысяч сенцев сосны. План по лесовосстановлению городских территорий был выполнен. Перспективы на 2020-й не менее серьезные. Деревья планируется высадить в два раза больше. Акцент на лиственные. Это те насаждения, которые очищают воздух, препятствуют распространению выхлопных газов, да и в целом любят наш климат. Кстати, прошлый год показал, в деле озеленения все чаще объединяются неравнодушные жители. У меня, допустим, как у руководителя специализированного предприятия, очень много звонков в связи с наступлением действительно вот такого теплого периода весеннего. Много звонков, люди сами высказывают желание, давайте мы поучаствуем в какой-нибудь экологической акции и высадим. То есть люди, у нас поменялся менталитет у населения города, то есть люди сами хотят сделать свой город краше. То есть мы хотим, чтобы наш город был зеленый, как раньше. Понятно, что там есть у нас специализированные кадры, которые умеют это качественно делать, но мы любой помощи рады и приглашаем всех. Вот будем сейчас вот средства массовой информации, когда будет массовая у нас посадка, будем всех приглашать. Поэтому участвуйте, пожалуйста, приходите. Каждому дадим и дерево, и кол, и лопату для того, чтобы поучаствовать и посадить свое дерево. Кстати, скоро Брест примерит и цветочный наряд. В теплицах брестского коммунальника строгий климат-контроль. Застроенными рядами из питони, бегони, сурфини, тагетиса, пеларгони заботливо ухаживают работники предприятия. Сегодня здесь занимаются выращиванием однолетней рассады для цветочного оформления Бреста. Порядка 600 тысяч цветов украсят городские клумбы, и их посадка начнется в конце апреля. Несмотря на аномально теплую зиму, все равно есть определенный период для посадки и высадки однолетней рассады в городе. Когда состоится, ночная температура не будет колебаться уже ниже плюс 5 градусов, а дневная будет составлять где-то градусов 15-18, мы можем начинать подготовку клумб и высадку однолетней рассады. Это предварительно, судя по прошлым годам, это было после 20-25 апреля. В преддверии 75-летия Победы, естественно, наши растения уже должны будут готовы приблизительно к 1 мая, чтобы встретить гостей города с красивыми цветущими клумбами. Подытожим. Экологическая ситуация в Бресте сегодня очень благоприятная. Площади зеленого фонда увеличиваются, а где-то обновляются. Вместо каждого вырубленного дерева в рамках озеленения в Бресте сажают несколько новых. Город растет, деревья уже тоже не молодые, и им приходит срок годности этих деревьев, они начинают гнить, усыхать, дупла появляются, из-за этого удаляются эти аварийные деревья. Ну, чтобы не случилось аварийных ситуаций в городе, и поэтому в кратчайшие сроки удаляем аварийные деревья по городу. И на их место сразу же высаживаете? Да, стараемся высаживать, вот сейчас весенний период, будем высаживать новые деревья. На места аварийных деревьев мы садим новые, чтобы не пустой город стал более зеленым. Плюс еще мы начали высаживать приусадебную застройку улицы, приусадебные застройки центральные. Ну и плюс еще высаживаем автомагистрали, нашего города, которые идут с других городов. Виктория Нечаева, Павел Малошонок, Дмитрий Лазарчук, телекомпания Буктовая. Помочь сохранить жизнь. За пафосностью фразы скрывается глубокий смысл и важная миссия – донорство. Этот тихий подвиг во имя других давно стал куда большим образцом выражения любви, нежели громкие поздравления с Днем всех влюбленных. Наверное, поэтому в Америке национальный день донора совпадает с праздником 14 февраля. Беларусь в последние годы тоже сделала ряд важных шагов в этой сфере. Развитие трансплантологии дает шанс сотням наших соотечественников жить, пересмотреть ориентиры, понять, что же главное на самом деле. Многие задумались о безвозмездном донорстве компонентов крови. Только в Брестской области этот показатель превышает 40% от общего количества кровосдач. Так кто же они – те, кто искренне дарит всего себя во благо других? И как меняется жизнь людей, перенесших трансплантацию? Смотрите прямо сейчас. Возможно, я кому-то спасу жизнь, может быть близким к каким-то людям, может быть чужим. Поэтому считаю немаловажным это сделать. Как важно было для Ярослава услышать эти заветные слова. К такому шагу мужчина шел достаточно долго, и желание помочь другим оказалось выше предрассудков. На самом деле, как рассказали нам специалисты Брестской областной станции переливания крови, процедура эта достаточно проста и практически безболезненна. Важно лишь иметь определенные показатели состояния здоровья. Донором может стать любой человек в возрасте от 18 до 60 лет, мужчина – женщина. Обязательно должна быть регистрация не менее 6 месяцев в Республике Беларусь. Доноров мы принимаем по предъявлению паспорта первичных доноров в дальнейшем. Возможно, предъявление любого другого документа, который удостоверяет личность. И успех есть. В последние годы, понимая важность безвозмездного донорства, многие берестейцы решили присоединиться к миссии просто по зову души. Наша область является лидером в Республике по процентам безвозмездного донорства. По итогам 2019 года процент безвозмездного донорства по Брестской области составляет 41,3%. При республиканском – 25%. По статистике, каждый третий человек в течение своей жизни нуждается в переливании крови. Без этого невозможно вылечить детей и взрослых, имеющих онкологические заболевания, помочь жертвам аварии, хирургическим больным, беременным женщинам, людям, перенесшим ожоги и травмы. После медицинского свидетельствования донора, он поднимается в отделение заготовки крови, там производит забор крови в соответствии с инструкциями. Далее заготовленная кровь перерабатывается, поступает в лабораторию, которая производит апробацию этой донорской крови, и после апробации она поступает к нам в отделение хранения и выдачи компонентов крови, где она хранится и выдается в Организации здравоохранения государственные по заявкам для переливания пациентов. На самом деле без донорской крови не обходится ни одно серьезное хирургическое вмешательство, тем более если речь идет о трансплантации органа. Александр Пешков вот уже несколько лет живет с пересаженной ему почкой. Благодаря профессионализму медиков трансплантация прошла успешно. Полный сил и энергии сегодня Александр старается как можно больше помогать другим. В Организации донорства диализ трансплантация, ведь второй шанс на жизнь судьбой был дан не просто так. Это уже надо переосмысливать свою жизнь и понимать, что это шанс для тебя, чтобы ты все-таки, наверное, делал правильные выборы в жизни и стремился жить для того, чтобы не только сохранить для себя здоровье, но и окружающим помогать и служить друг другу, потому что, наверное, на самом деле мы все рожденные для того, чтобы не быть одиночками, а общаться с другими и помогать друг другу, служить друг другу. Для этого нам дана жизнь. Трудности, выпавшие на их долю, люди после трансплантации считают первым шагом на пути открытия новой жизни. Серьезное хирургическое вмешательство не приговор, а начало следующего пути. Эти активные, полные силы и энергии люди не дают себе слабины, но оставаясь один на один с собой, благодарят судьбу за шанс жить и молятся за тех неизвестных доноров, ставших волей судьбы родными. Это были итоги недели, у которых, как всегда, свои герои и свои события, какими их увидели корреспонденты БУК-ТВ. Жизнь всегда проще, когда понимаешь, как и что происходит. Ну а мне остается только добавить, это было ваше телевидение БУК-ТВ. Подведем итоги ровно через неделю. До встречи и, как всегда, желаю, чтобы новости в ваших домах были только добрыми. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова